Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. 6 мая традиционно отмечают национальный праздник Хидерлес. В госреестре избирателей Молдовы зарегистрировано более 3,2 миллиона человек. На пункте пропуска Леушень-Албитса наблюдается увеличение потока автомобилей. 6 мая традиционно отмечают национальный праздник Хидерлес. Однако в этом году праздник приходится на второй день Пасхи. Власти автономии перенесли дату празднования на 11 мая. Несмотря на перенос даты Чадерлунга и Вулканешты, при мэрии провели праздничные концерты 6 мая. В госреестре избирателей Молдовы зарегистрировано более 3 миллионов человек. Центральная избирательная комиссия 2 мая опубликовала данные о числе молдавских граждан с избирательным правом. Как отметили в ЦИК, в Молдове зарегистрировано 3 миллиона 200 тысяч избирателей. Из них 2 миллиона 700 граждан, обладающих правом голоса, отнесены к административно-территориальным единицам второго уровня. В Гагаузии 128 255 избирателей. По подсчетам ведомства, в Пренестровье живут 268 тысяч граждан с избирательным правом. Кроме того, еще более 200 тысяч граждан Молдовы не зарегистрированы по месту жительства или прописки. ЦИК относит это к гражданам, кто проживает за границей. На пункте пропуска Леушины-Албеца наблюдается увеличение потока автомобилей как в направлении выезда из Молдовы, так и въезда в Румынию, сообщает НОМД. Для организации порядка в транспортном потоке открываются дополнительные контрольные полосы, а количество специализированного оборудования увеличено. Обеспечивается согласованность действий между пограничными и таможенными службами четырех Молдовско-Румынских пунктов пропуска. Работа идет в полном разгаре. Мы рекомендуем путешественникам рассмотреть возможность выбора других пунктов пересечения границы с Румынией, таких как Костежский, Когульский или Левский пункты пропуска, призывает пограничная полиция. Непотушенная пасхальная свеча стала причиной пожара в Бендерах. Женщина забыла выключить зажженную свечу в своей пасхальной корзине перед тем, как уйти из дома. Пламя сначала охватило корзину, затем перекинулось на занавески, информирует Государственное управление по чрезвычайным ситуациям Пренестровья, сообщает Бельский информационный портал. Соседи заметили дым, вырывающийся из-под выходной двери, и вызвали пожарных. Пожар распространился на площадь 6 квадратных метров всего за 18 минут. Пламя повредило стол и занавески, а вся кухня была покрыта копотью. С 6 по 7 мая президентка Майя Санду находится в Норвегии с государственным визитом по приглашению короля Харальда V и королевы Сони. Это первый раз, когда президент Молдовы совершает государственный визит в Норвегию. Солидарность Норвегии помогает Молдове пережить неспокойные времена, повысить устойчивость и улучшить жизнь людей, написала Майя Санду в своих соцсетях. В шведском городе Мальме стартует музыкальный конкурс «Евровидение» в условиях повышенной безопасности. В нем участвуют представители из 37 стран. Музыканты и артисты со всего мира готовятся к первому полуфиналу «Евровидение». В связи с мероприятием усилены меры безопасности. В СМИ ранее обсуждались возможные угрозы, такие как кибератаки, дозатаки, акции гражданского неповиновения и перехват телепередач. Несколько дней назад Совет национальной безопасности Израиля предупредил о возможной опасности поездки израильских граждан в Мальме. Первый полуфинал состоится 7 мая. Музыканты и артисты. Более 17 тысяч человек приехали в Молдову на пасхальные праздники. Как сообщает пограничная полиция, в пунктах пересечения границы поток людей составил 31 тысячу пересечений. Большее количество зафиксировано на пути въезда в Республику Молдова. Самая активная граница была с Румынией – 13 тысяч пересечений. На Молдавско-Украинской границе зафиксировано 8 тысяч. Еще 10 тысяч пересечений – воздушная граница. За последние 24 часа отказ в разрешении на пересечение государственной границы был применен 11 иностранным лицам по направлению въезда в Республику Молдова. Далее смотрите рубрику «Региональные новости». Оставайтесь вместе с нами на канале АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова